Здравствуйте! Не будет никаких технических проблем, вышли мы, в общем-то, по графику, ровно по расписанию, поэтому всех рад приветствовать, что сказать. Серпухов здесь. Здорово всем. Привет, Серпухов. Так, ну я так понимаю, меня все видят и слышат. 59-й регион здесь. А я, кстати, не знаю, что это за регион 59-й. Да, все пошло. Замечательно. Видите, я говорю, как Новый год встретишь, так и проведешь, поэтому технически мы сегодня все, надеюсь, на высшем уровне проведем. Дорогие друзья, с чего бы хотел начать первую в этом году передачу, трансляцию? В первую очередь, с того, что меня завалили огромным количеством писем, больше 500 непрочитанных сообщений у меня сейчас, если считать почту, арт-зрение, группу ВКонтакте и мою личную страницу. Да, в первую очередь, это, конечно, большое количество поздравлений. Я, в общем-то, так оптом, скажем так, перед всеми теми, кто меня поздравлял, в общем-то, вам ответное поздравление высылаю уже, может быть, с запозданием. Слава благодарности. Спасибо, что не забыли про меня, поздравили, да, но исходя из этого, исходя из того, что я один о вас так много, небольшие задержки. Да, я вот хвастаюсь постоянно, что у меня, ну, не хвастаюсь, говорю о том, что у меня на арт-зрение нет непрочитанных сообщений. Теперь они есть, и их очень много, поэтому вы не обижайтесь, если вдруг ваше сообщение получит ответ в течение двух-трех дней. Я надеюсь, что не больше. Сейчас, я думаю, вот за эти выходные, там, до 7-8 числа я весь этот огромный завал сообщений, в общем-то, разберу, всем отправлю слова благодарности на поздравления, на какие-то вопросы отвечу, на какие-то предложения. Тем более, поэтому пишите нам, не пугайтесь, что, может быть, вам там не отвечают сразу первые пять минут. В общем-то, почему, я уже объяснил, поэтому всем отвечу, не пугаемся. Вот люди пишут в чате, Сергей, поздравляю тебя с Новым годом, желаю, чтобы у тебя все сбылось. Хорошее поздравление. Спасибо вам. Да, и всех вас я тоже, конечно же, поздравляю с Новым годом. Писали, почему я не делал новогоднего обращения, я, как-то, честно говоря, даже не подумал об этом, что это кому-то может быть интересно. А сейчас вот, после того, как несколько человек об этом спросили, подумал, что, наверное, да, стоило сделать. Да и, кстати, сказать было, что, да, такие мысли некоторые перед Новым годом у меня появились, которыми хотелось поделиться. Но, я думаю, ничего страшного. Я думаю, что в следующем году сделаем более такое правильное поздравление, да, уже из другого места. Хотя я не знаю, где мы все будем через год. План война покажет. Друзья, я напоминаю, что у нас работает донат, также и на моей трансляции, вот, поэтому не стесняйтесь. Здесь, в общем-то, донат у нас единый. Вот люди спрашивали, разные ли у нас там счета с Вячеславом Вячеславовичем. Нет, у нас счет единый. Поэтому, там, если вы, я не знаю, там, не хотите помогать лично мне, вы не помогаете лично мне, вы помогаете нашему общему делу. Поэтому ссылка на донат в описании, как всегда. В общем-то, спасибо всем тем, кто нас поддерживает, в любом случае, и финансово, и не финансово. Об этом, кстати, поговорим чуть позже. Поэтому, Сергей, смотрю у вас с самого начала. Поздравь меня с днем рождения. Валера Чернов. Мне сегодня приснился человек с именем Валера. Так что, возможно, это были вы. Я, кстати, не знаю этого человека. Я знаю только то, что там, что его зовут Валера. С днем рождения у вас, Валера Чернов. 3 января. Интересно, вот у вас так... Мне всегда было интересно, как у людей, у которых там 31 декабря, 1 января, 2, 3, да, то есть целая неделя у них одни сплошные праздники. Мне, кстати, кажется, это как-то немножко обидно, да, то есть у меня, например, там, день рождения в апреле, да, то есть я... Два крупных праздника в году, а у вас, получается, как бы два праздника по цене одного. Но, тем не менее, поздравляю вас, у мамы, у моей день рождения, 7 января в Рождество. Поэтому тоже так вот совпадает. Сережа, привет, я скоро буду, Алексей. Леша, привет, приезжай, если это тот Алексей, о котором я думаю, привет. Да, друзья, вот у нас уже в чате пишут, мы так разгоняемся потихоньку, друзья, пишут у нас в чате, где Эльдар Дадин. Этот хэштег уже вывели в топы Твиттера и не только Твиттера. Все молодцы, те, кто участвовал в этой акции. Я тоже в наших группах размещал посты с, в общем-то, этим хэштегом и призывом его распространять. И вот сегодня появляется, я понимаю, что это одна из ключевых новостей последнего времени для нас, я имею в виду. И сегодня появляется информация о том, что стало известно новое место заключения Дадина. Для тех, кто не знает, уже больше месяца назад, 33, если я не ошибаюсь, дня назад Дадин был переведен, этапирован в другую колонию. Но изначально сообщалось о том, что это в Карелии, да, в Петрозаводске. И, в общем-то, в ходе этапирования, скажем так, он пропал. То есть УФСИН, в предыдущей колонии, где он находился, сообщили о том, что он уехал, и к ним вопросов нет. А в Петрозаводске сообщили о том, что он к ним не приехал, и к ним тоже вопросов нет. То есть человек больше 30 дней находился неизвестно где, ни адвокат, ни его жена, я так понимаю, ни родственники, ни друзья не знали его местоположение. И появлялись уже самые плохие, скажем так, какие-то мысли и опасения касательно его судьбы. И я так понимаю, что сегодня, наконец, появилась пока неофициальная информация, но она очень близка к нашим предположениям, к нашей такой теории, скажем так, да, того, что там происходило. И сообщается о том, что Эльдар Дадзин переведен в колонию в городе Рубцовске, в Алтайском крае. То есть на Алтай хотят его этапировать, вернее, уже, как сообщается, якобы этапировали. Там находятся сразу четыре, если я не ошибаюсь, колонии. Да, вот четыре. Четвертая, пятая, девятая и десятая колонии, в том числе из них строгого режима есть. То есть 16 декабря, в общем-то, в Совете по правам человека сообщили, что Дадзин переведен из колонии в Сергиже, в другое исправительное учреждение, да. Местонахождение этого учреждения не сообщается из его личной безопасности. И вот это меня, конечно, удивило и тогда, и удивляет сейчас. То есть такое ощущение, что за Дадзином охотится кто-то извне. То есть не сообщает его местоположение, чтобы кто-то, некто извне не смог его там каким-то образом, в общем-то, попрессовать, да. Но мы же понимаем, что, конечно же, опасность для Дадзина, она не извне, она изнутри, да, как раз из тех исправительных учреждений, где он будет находиться, да. Поэтому будем надеяться, что эта ситуация исправится. У нас есть определенное предположение, я его озвучивать не буду, оно очень позитивное, очень оптимистичное. Поэтому я думаю, что в скором времени мы с вами все услышим достаточно интересный поворот в истории Дадзина. Вот так я скажу. Не знаю, может быть и не услышим, но есть такое предположение, опять же. За Дадзином охотится сам Обама, пишут нам, да, возможно. Судя по тому, как его бережно охраняют от его адвокатов, да, возможно, у него адвокат Обама. Так, жительница, да, вот у нас дальше идет целый класс. Давайте для начала я поясню, что новостей сегодня будет не очень много, потому что большинство региональных средств массовой информации до сих пор не вышли банально на работу. Это нормально. Я сам работал в СМИ, я понимаю, как первые январские дни работают люди, да. И поэтому, поскольку у нас основной контент моей передачи – это региональные средства массовой информации, региональные новости, ваши новости, наши новости, поэтому сегодня их будет не так много. Я поотвечаю немножко на ваши вопросы, немножко анонсирую, что у нас будет в ближайшее время. Это будет достаточно интересно, я надеюсь. И вот такой большой класс новостей мы очень часто говорим о тех или иных волнах, да, и вот сейчас мы обращаем внимание на то, что пошла очередная волна, которой до этого, в общем-то, не было, не наблюдалось, да, то, что нечто новое такое появилось. Вот жительница Ставрополя выпала из окна многоэтажки в новогоднюю ночь. 35-летняя женщина упала с высоты 6-го этажа в Ставрополе, умерла до приезда скорой помощи. С 6-го этажа упала молодая девушка, упала с 5-го этажа на козырек подъезда в Красноярске. 20-летняя девушка, в общем-то, ну, практически моя ровесница, чуть младше, да, с 5-го этажа упала. И, в общем-то, пострадавшую госпитализировали, неизвестно пока ее состояние, будем надеяться, что все будет хорошо. Следователи разбираются в причинах смерти выпавшего из окна пенсионера в советском районе Новосибирска, опять Новосибирск номер 2, да, запоминаем, будем считать, номер 2, 85-летний мужчина. Сообщается, что якобы он был в состоянии алкогольного опьянения, в общем-то, я так понимаю, что тоже поступил в, в общем-то, в медицинское учреждение. То есть, остался жив, благо, в 85-летнем возрасте выпасть из окна и остаться живым, это, конечно, нужно постараться. В Новосибирске выпала из окна 22-летняя девушка, это номер 3, да, продолжаем считать. 1 января это случилось, и уже сообщается о том, что, возможно, это самоубийство. Девушка погибла. В Самаре на улице Солнечной выпала женщина из окна 5-го этажа 3 января, это сегодня случилось, в 16.30, то есть, буквально несколько минут назад, значит, 30-38 лет. То есть, пока неизвестные ее контактные данные установочные не выяснили, но, по крайней мере, на момент написания этой новости. И в тяжелом состоянии, в общем-то, госпитализировано. В Воронеже пенсионер выпал из окна многоэтажки, опять пенсионер 72-летний, с 10-го этажа на улице Ломоносова. В общем-то, сообщается, что там было выбито окно, то есть, возможно, какая-то бытовая ссора, возможно, драка, возможно, это убийство. Посмотрим, пока работают следователи на месте, то есть, либо это какой-то несчастный случай, либо, в общем-то, убийство, пока рассматриваются такие версии. В общем-то, пенсионер погиб, естественно, с 10-го этажа упав. Опять же, в Воронеже номер 2, да, ночью девушка выпала с 10-го этажа, опять с 10-го этажа, но это, на самом деле, самая поздняя новость. 29 декабря она еще прошлогодняя, да, как салаты, прошлогодняя новость, но, тем не менее, тоже я ее решил добавить. То есть, в Полтаве женщина выпала из окна со второго этажа, и вы будете смеяться, но получила, в общем-то, серьезные травмы. Я так понимаю, что травмирован позвоночник, да, очень часто, кстати, такие случаи бывают. Вот сегодня мы тоже обсуждали о том, что люди даже с первого этажа падают и получают очень серьезные травмы, в общем-то. Перелазивший через балкон мужчина погиб при падении. Это наш практический земляк, житель Балакова, разбился насмерть при падении с балкона на 46-летний мужчина. В общем-то, это как раз 2 января случилось, с одного балкона на другой он, в общем-то, пытался перелезть, поскользнулся, и вследствие чего полетел, в общем-то, вниз, получил черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому, перелом шестого-седьмого ребра, оскольчатый перелом правой бедренной кости, в общем, огромное количество травм, и они оказались несовместимыми с жизнью. В общем-то, скончался он ночью со второго на третье число. В заводском районе Саратова 37-летний мужчина выпал из окна своей квартиры на третьем этаже. Сообщается о том, что это несчастный случай. 1 января это случилось на замечательной улице Огородний Тупик. Супруг, в общем-то, рассказал, что мужчина выпал случайно, находился в сильном алкогольном опьянении. Жительница Запорожья выпала из окна. И на самом деле, вот я взял даже не все, потому что можно продолжать этот список до бесконечности. 48-летняя женщина выпала из окна, мужчина в Новосибирске. Какой уже четвертый, мы считали с вами, да, или третий, выпал с шестого этажа и остался жив. 1 января это утром произошло новосибирская высотка. В Киеве мужчина разбился, выбросившись из окна. Сообщается о том, что это, в общем-то, суицид. И интересно, что это из окна больницы. То есть мужчина прыгнул из окна больницы. Это, кстати, уже классическая история, да. Еще один житель Новосибирска, какой пятый, шестой, сколько мы уже с вами насчитали, четвертый, выпал из окна в первый же день Нового года. Сообщается, что покончил жизнь самоубийством. 30-40 лет, неизвестно, не сообщают, какие, в общем-то, сколько ему было именно лет, какой у него был возраст. То есть вот такая интересная тенденция. То есть люди с самого начала года начали вылетать из окон. Причем в каком-то невероятном количестве такой человеческий дождь. Я понимаю, что это совершенно не смешно, но, тем не менее, то есть идя по улице, раньше были всегда такие, сейчас, кстати, до сих пор есть, таблички такие, типа не прижимайтесь к дому, возможно, сход снега с крыши там, или, возможно, падение сосулек. Вот теперь нужно вешать такие же объявления, возможно, падение людей. Потому что вот я посмотрел, сколько упало сосулек и травмировало людей. Я был удивлен, практически ни одного случая такого не было за последние там несколько дней, даже за последнюю неделю, то есть лёд с крыши не падает, он пока угрозы не представляет. Но ещё будет падать, это нормально, мы ещё дождёмся. А вот люди падают хоть как, да, то есть вот только за первые 2-3 дня уже, наверное, сколько десяток сообщений подобных, да. Поэтому что хочется сказать? Ну, в первую очередь хочется сказать, что, конечно, связано это с тем, что большинство людей, которые выпали, это люди в состоянии алкогольного опьянения. Да, поэтому я уж не знаю, как это происходит технически, почему пьяный человек вдруг решает вылезти из окна, там, что-то посмотреть внизу, я не знаю, но тем не менее. И, конечно, если мы говорим о суицидах, то это не я придумал, это международная практика, и российские психологи, психиатры говорят о том, что новогодние праздники – очень серьёзный такой, скажем так, промежуток для потенциальных самоубийц, да, для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Парадокс в том, что праздники не отвлекают их, а как раз наиболее концентрируют на их проблемах, на их каких-то сложностях жизненных и так далее. Поэтому, к сожалению, в периоды праздников количество суицидов, оно только увеличивается. Вот такая парадоксальная, а может быть и не парадоксальная, а может быть нормальная ситуация. И вот вспомнил я такой интересный факт. 31 декабря мы были в гостинице «Националь», да, мы об этом говорили, откуда у нас, в общем-то, был эфир с новогодними поздравлениями Вячеслава Мальцева. Поэтому мы там были 31 декабря, и, в общем-то, люди, которые со мной праздновали Новый год, наши соратники, они настояли на том, чтобы включить телевизор. Я очень их отговаривал от этого, но не получилось. В общем, решили включить телевизор и включили, не поверите, телеканал «Россия-24», то есть круглосуточный телеканал новостной, один из центральных телеканалов. Как вы думаете, что на телеканале «Россия-24» где-то примерно за, получается, 6 часов, ну там, в 18-19.00 по Москве, то есть за 6 часов до Нового года, что могут крутить на центральном телевидении? Показывали абсолютно жуткие кадры, я вообще не понял, я сначала подумал, может быть, мы включили какой-то другой канал, может быть, это какая-то шутка. Для меня это было действительно шокирующе, потому что показывали в течение получаса сюжет о том, как дети и подростки падают с крыш, о том, как они выпрыгивают из окон. Показывали абсолютно жуткие какие-то видеокадры, причем я вообще не понимаю, как это проходит цензуру. То есть на центральном телевидении в будний день любой желающий может увидеть видеокадры, совершенно никак не зацензурированные, о том, как дети падают с крыши, разбиваются. То есть это показывают крупным планом, как он приземляется, как там чуть ли не голова у него раскалывается на множество частей. Это показывают по центральному телевидению 31 декабря. Я долго пытался понять, какой вообще повод, почему именно 31, почему не в какой-либо другой день. Вообще зачем это показывать, да? То есть и вот сейчас такая интересная ситуация, что это везде показали, и буквально на следующий день начали люди падать из окон. Я не говорю, что это какая-то там, я не знаю, там 25 кадр, там, как это сказал Булумов, забыл. Вот Вячеслав Шлавович, нет под рукой, как это называется. Напомните нам, генератор, биогенератор КГБ, вот точно вспомнил. Ну, биогенератор КГБ, то есть людей программируют на то, чтобы они прыгали из окон. Не знаю, не думаю, что это так, но вот этот сам факт того, что показывают в Новый год на телевидении, для меня это было совершенно жутко. То есть ладно, вот эти пьяные какие-то там рожи, которые показывали, когда мне было 5 лет, и которых сейчас показывают, всяких Басковых, Кобзонов, которые там обколоты ботоксом, там сидят, боятся улыбнуться, потому что у них разойдется лицо. Ну ладно, к ним мы уже привыкли, но вот эти абсолютно жуткие кадры суицидов детских показывать по Центральному ТВ 31 декабря, для меня это было совершенно страшно. И даже не с точки зрения того, что я увидел, а с точки зрения того, зачем это вообще нужно показывать. Центральному Массоинформации заявили, что в Китае вице-мэр одного из городов погиб, выпав из окна. То есть вот видите, я не думаю, что этот человек был там как-то смертельно пьян, я думаю, что это был какой-то несчастный случай, но вот то есть это говорит о том, что даже будучи каким-то высокопоставленным чиновником в Китае, от этой волны можно не уберечься. Радости нет. Ну понятно, что радости нет, но вы понимаете, я не знаю, я смотрел телевизор, вы знаете, там год назад, например, ну не год, чуть больше, там полтора года назад и раньше я смотрел телевизор. Кстати, я смотрел очень часто телеканал Россия 24, то есть я понимаю, что даже относительно там полутора-двух лет назад телевидение деградирует абсолютно ужасно, тотально, да. То есть что будет еще там через полтора года, я не знаю, наверное, будут там в прямом эфире показывать, да, там как люди, вот ребенок там сейчас прыгнет с крыши, и вот он прыгает там, показывают, как у него там голова растеклась по асфальту, все это в прямом эфире, я не знаю, кому это интересно, и зачем вообще, что это дает, это рейтинги дает. Я вот, например, выключил телевизор, хотя я, в общем-то, видел людей, которые выпрыгивали из окна на моих глазах сегодня, я об этом рассказывал, у которых там, в общем-то, голова на рейтинских частей раскалывалась, прям в трех метрах от меня это было, но даже я выключил, то есть я не понимаю, зачем это, это не дает никаких рейтингов, в чем преимущество это показывает 31 декабря, это очень странно было. Следственный комитет начал проверку гибели мальчика на Байкале, и вот вторая волна, которую мы отметили, она для меня более удивительна, наверное, еще даже, чем падение с крыш, из окон, прошу прощения, то есть если люди, падающие из окон там в период новогодних праздников, можно еще объяснить тем, что они в нетрезвом состоянии, тем, что вот я говорил, суицидальные наклонности на фоне праздников, это можно объяснить, но на Байкале, в Иркутске, где, насколько я понимаю, сейчас температура очень низкая, по крайней мере, мы слышали там какие-то жуткие цифры, там меньше 30 градусов, и дети провалились, ну, ребенок, вернее, один, 11-летний мальчик провалился под лед на Байкале, то есть он же, как же он так умудрился-то, это же даже специально не сделаешь, то есть лед должен быть достаточно крепким, мы вроде бы не в октябре, сейчас с вами не в ноябре, чтобы провалиться под лед, однако вот пожарные спасли провалившийся под лед рыбака, в общем-то, в Островецком районе, тоже 50-летний мужчина в 25 метрах от берега, то есть недалеко от берега провалился под лед, я так понимаю, что там тоже достаточно низкая температура, почему лед-то не замерзает, почему люди в январе проваливаются под лед, это достаточно странно, на Камчатке подросток провалился под лед, 12-летний, и вот сейчас я так понимаю, что его ищут, но понятно, что если, в общем-то, провалился под лед, то, наверное, уже ищут, в общем-то, тело, да, как бы это ни прискорбно звучало, на Камчатке, я так понимаю, тоже не очень-то жарко, чтобы проваливаться под лед, еще вот дети, значит, провалились под лед в Мурманске, ну, уж в Мурманске-то куда, откуда, где они нашли такой лед, чтобы можно было под него провалиться, в Рязанской области внедорожник провалился под лед, ну, ладно, с внедорожником еще более-менее я понимаю ситуацию, и вот всех переиграли, вот везде люди падают из окон, проваливаются под лед, я не знаю, там режут друг друга за новогодним столом, сегодня был замечательный заголовок о том, как мужчина там ткнул ножом в глаз своему другу за отказ положить ему салат, крабовый салат, да, в Саратове это было, и вот наши соотечественники, наши земляки, мои земляки, всех, как всегда, переиграли, везде все проваливается, все гибнут, мрут, выпадают из окон, там тонут, я не знаю, тонут там, где невозможно утонуть, а вот в Энгельсе в воду на самодельной машине провалились двое мужчин, то есть они умудрились всех переиграть, мало того, что провалились под лед, так еще и провалились на самодельной машине, это, мягко говоря, странно. А вот в Воронеже видеоблогер провалился под лед в водохранилище ради эксперимента, вот я очень всем не советую устраивать такие эксперименты, потому что это классическая ситуация, я провалился под лед, наверное, раз, не знаю даже, наверное, раз 7, надо посчитать, ну, то, что не сильно, ну, больше 5, вот так, давайте скажем, 5, прям 100%, причем один раз в машине это произошло как раз, вот, и все, кстати, 5-7 раз, но я, правда, не толстый, наверное, в этом, не знаю, как, с чем это связать, все 5-7 раз я провалился сильно и при этом достаточно легко вылезал и никаких каких-то кардинальных таких проблем не имел, но там один раз заболел, кстати, достаточно сильно, тоже об этом сегодня рассказывал, и тем не менее, да, то есть человек может, там, я не знаю, несчитанное количество раз проваливаться под лед, быть абсолютно уверенным в том, что он к этому готов, но вот всевозможные, там, ради экспериментов, ради, там, я не знаю, рекламных роликов, ради, там, роликов на ютубе проваливаться под лед, это значит подвергать себя особой опасности, ну, потому что так мир устроен, да, то есть если человек провалился под лед и сам вылез, ну, значит, как бы, вот, надо обратить на это внимание, а если человек сам лезет, да, и проваливается под лед, то он может просто не вылезти, насколько бы он не был профессионалом, мы это уже огромное количество раз, в общем-то, наблюдали, поэтому не советую никому, в общем-то, ради экспериментов, там, куда-то проваливаться, проваливаться, там, прыгать из окон, я не знаю, с крыши, это может закончиться очень плохо, даже если до этого 10 человек прыгнули, и все с ними было хорошо, а вы решите прыгнуть ради эксперимента, и с вами все закончится плохо. Окунев хватит про трупы, ну, не на Новый год же, мораторий. Ребят, а если будет мораторий на трупы, то у нас вообще не будет новостей. Я уже сказал, что, в общем-то, региональные СМИ, они, как правило, выходят в работу с 5 января, ну, для тех, кому интересно, как строится работа средств массовой информации. До 5 января региональные СМИ выбирают какого-нибудь терпилу, который хуже всех работал в прошлом году, нет, не всегда это так, выбирают шеф-редактора, да, который там до 5 числа ставит в ленту, какие-то новости, которые присылают из релизов. Релизы, как правило, присылает МЧС, МВД и все прочее. То есть это, как правило, трупы. Поэтому 90% региональных новостей на Новый год – это трупы. Не потому что писать больше не о чем, а потому что никто не работает. Работают только МВД и МЧС, которые рассылают релизы, а СМИ их ставят. Поэтому, если мы не будем разговаривать про трупы, то мы вообще ни о чем не будем говорить, уж извините. Да, вот, пожалуйста, новость не про трупы. Глава Саратова Валерий Сараев подписал постановление, в соответствии с которым переименован участок улицы Сака и Ванцети. Но я понимаю, что для многих это ни о чем не говорит, но давайте я поясню. Существует такая замечательная улица Сака и Ванцети в самом центре города Саратова. Вот в центре ее практически не придумаешь. Да, и она очень многострадальная, потому что, в общем-то, была очень большая волна год назад на тему того, чтобы ее переименовать в улицу Булгакова. Собиралось большое количество подписей, несколько, я так понимаю, десятков тысяч подписей. Обращались в администрацию, в городскую, в районную. И, в общем-то, говорили о том, что да, возможно, это было бы неплохо переименовать улицу в улицу Булгакова. Там даже повесили на доме, в котором жил Булгаков какое-то время, повесили мемориальную табличку, абсолютно уродливую мемориальную табличку, на которой изобразили какого-то буддиста, который совершенно не похож на Булгакова, и все это уже высмеяли как только можно. И вот сейчас Валерий Сараев наконец услышал волю граждан и подписал постановление о том, чтобы улицу Сака и Ванцети все-таки переименовать в улицу Василия Люкшина. И нафига, да, возникает вопрос. Естественно, вы не знаете, кто такой Василий Люкшин, потому что даже мы не знаем, кто такой Василий Люкшин, узнали только сегодня. Это архитектор, который был главным архитектором в начале 20 века в Саратове, который строил, создавал проект крытого рынка, работал над ним 10 лет и изменял внешний вид, то есть реконструкцию Троицкого собора проводил в Саратове. Я не сомневаюсь, что это достойный человек, и он приличный, вопросов нет, но я не очень понимаю, что в объективной реальности изменится, если жителям Саратова дать возможность самим выбирать название для улиц. Вот есть огромное количество людей, которые хотят, чтобы эта улица называлась улицей Булгакова. И что произойдет страшного, если она вдруг начнет называться улицей Булгакова? По-моему, это будет очень неплохо. Но понятно, что городская власть, как и любая тугая власть, она рассуждает какими критериями, какими понятиями, что если людям дать хотя бы минимальную возможность выбора, то завтра они потребуют еще большую возможность выбора. Сегодня вы дадите им возможность назвать улицу каким-то другим названием, которым они хотят, а завтра они захотят честных выборов, там, я не знаю, Путина, Накал и так далее. И парадокс в том, что это на самом деле так и работает. Поэтому никакого волеизъявления даже на самом маленьком уровне, казалось бы, там, где даже сделать вот так уж проще. И улица Сака-Иванцетти пережила, конечно, очень многое. Она сначала называлась Дмитровская, потом Малая Дворянская, потом Большая Дворянская, после чего совсем недолго она называлась Большая Кострижная. Это еще до революции. После чего она стала улицей Сака-Иванцетти. Естественно, большинство жителей Саратова, как, наверное, и часть, скажем так, зрителей артподготовки, даже не знают, кто такие Сака-Иванцетти. И, исходя из этого, вот такая замечательная у нас появилась табличка. Достаточно давно она разошлась вообще по всему интернету. Улица С.Ванцетти. То есть, видимо, это какой-то Семен Ванцетти или Сергей, может быть, мой тезка. Сергей Ванцетти, такой обычный русский парень. Там, я не знаю, Стас Ванцетти, например. Все уже обсмеяли ту ситуацию. И, в общем-то, исходя из этого, я и поддерживаю, наверное, так или иначе, чтобы люди сами выбирали, как называются улицы. Но хотят улицы Булгакова. Все понимают, что такой Булгаков, никому не нужно объяснять. Может быть, человек даже никогда в жизни не читал Булгакова. Но люди пишут, знаем. Я не сомневаюсь, что большинство, наверное, нашей аудитории, это люди образованные, взрослые и знают, кто такие Сака-Иванцетти. Но я имею в виду большинство в более глобальном смысле, большинство жителей Саратова, я уверен, что не знают. Большинство даже не знают, что это вообще два разных слова. Я знал несколько людей. Я говорю, а вы знаете, кто такие Сака-Иванцетти? Они говорят, а это два разных человека. Мы думали, это типа одно слово такое. Кстати, достаточно образованные были люди. Поэтому вот такая интересная у нас история с улицы Сака-Иванцетти. Но здесь уже вскрылась конспирологическая теория. Естественно, а как же иначе? Я вам покажу вот такой замечательный портрет, вот такую замечательную фотографию. Это фотография нашего прекрасного мэра, новоиспеченного города Саратова Валерия Сараева, хоккеиста и просто хорошего человека. Это шутка, он не хоккеист, надо понимать, о чем речь. И покажу вам фотографию как раз-таки человека, архитектора, именем которого теперь названа улица в Саратове, которая раньше называлась улица Сака-Иванцетти. Вот так он выглядит. Поэтому мы предположили, что, возможно, у них есть какие-то тайные родственные связи. Они действительно очень похожи. Обратите внимание не только усами, но и носом, и бровями. То есть, без шуток, даже прическа. Если вот зачесать немножко Сараева назад, то, мне кажется, будет одно лицо. Ну, да, так или иначе. Уши, кстати, очень похожи. Поэтому, возможно, это такая вот, не знаю, как это назвать, мини-коррупция такая, продвижение своих родственников в Саратове со стороны Сараева. Это шутка, конечно, но, тем не менее, многие это отметили. Вся рожа не влазит. Вы будете смеяться, но действительно так. Я немножко ее убрал за кадр, потому что слишком большая фотография была. Отодвинься чуть от камеры. Вот так я отодвиню с ней вопрос. Что вам еще сказать сегодня хорошего, друзья мои? Джон Толкин, английский писатель. Все мы знаем, кто это. Один из основоположников жанра фэнтези. Один из самых известных писателей вообще в мире. Автор серии книг «Властерин колец», «Хоббит», ну и так далее. То есть, один из легендарных людей в мире литературы. Сегодня он родился. Поэтому так в конце мы реверанс в сторону истории сделаем. И Михаил Шумахер также родился сегодня. Немецкий автогонщик. Я думаю, что никому не нужно объяснять, кто это. В общем-то, на этой позитивной ноте у нас новостная часть сегодняшняя заканчивается. Я обещал несколько объявлений сделать. Сделаю их, наверное, чуть позже. Может быть, вы даже спросите о них. Поэтому задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Сегодня мы покороче сделаем эфир. Но в 21 час, кстати, у нас будет очень насыщенный эфир. Поэтому не забывайте о плохих новостях. Их никто не отменял. Так, ну вот, на донаты нам присылают люди. Дмитрий Зе, да, не Три написал. Дмитрий, я все понял, спасибо, отлично. Прислал мне фотографию. Да, я понял, Дмитрий, спасибо. Снежок, 200 рублей, на благое дело, наш постоянный зритель. Снежок, у нас за окном тоже снежок, поэтому все хорошо. Ларисе из Санкт-Петербурга, желаю... Привет, Сергей, желаю, чтобы в новом году осуществились у тебя все планы. Ты супер. Спасибо, Лариса, очень приятно. Я вам желаю всего того же. В общем-то, что и вы мне. Это вообще правильно, да. Ира просто прислала нам 150 рублей без комментариев. Спасибо, Ира. Алексей Живулина, подготовка на набережные Челны. Сергей, с Новым годом. Сегодня будут плохие новости в 21 час. Конечно же, Алексей будут так же, как они и были вчера. Несмотря на то, что вчера было всего 2 января, мы вот так сразу с корабля на бал решили, что нет времени отдыхать, нужно сразу в эфир. Руслан Мюллер. Сергею новогодний подарок. Почему мало соратников и сторонников? Руслан, у нас вовсе немало соратников и сторонников, смотря что вы считаете соратниками и сторонниками, да. Если вы считаете... Ну, вообще, это глобальный такой вопрос, да. Что считать соратниками и сторонниками? Есть люди, которые приходят на митинги, и их действительно достаточно мало. Есть люди, которые смотрят нашу передачу, и их намного больше, как вы видите. Есть потенциальные люди, которые просто нам симпатизируют, но не смотрят нашу передачу. Их, естественно, еще больше. Это формат, может быть, миллионов. И есть люди, просто недовольны этой властью, которые, может быть, даже и не знают, кто такой Вячеслав Мальцев, но они думают так же, как мы. Они хотят всего того же, что хотим мы. И их, наверное, вообще там 90% населения. Как бы это, может быть, для кого-то парадоксально не звучало, но я в этом уверен. Поэтому сторонников и соратников у нас очень много. Руслан, не переживайте. Просто до поры до времени мы в скором времени увидим, сколько у нас на самом деле сторонников и соратников. Елена Альба, Санкт-Петербурга. На хорошее дело 111 рублей. Спасибо, Елена, наш постоянный зритель. С Новым годом вас. Так, чат. Я жду ваши интересные вопросы. Андрей Бу, Андрей, подъехали у нас, видимо, какие-то такие, как вас назвать, чтобы не особо обидеть. Ладно, посмотрите на Украину. Там тоже была революция. Посмотрите, как там все улучшилось. Андрей Бу, я не собираюсь с вами спорить. Я хочу объяснить людям, которые, может быть, действительно думают так же. И поэтому отвечаю я им, а не вам. Нам не нужна революция, которая была на Украине. Потому что если будет революция, которая была на Украине, то к власти придет какой-нибудь условно там, я не знаю, Володин там или, я не знаю, Рыжков, Грызлов, кто-то из вот этих ребят, которые там на Болотной площади выступали. Я не имею в виду Навального, я не имею в виду. То есть все те же люди, которые сейчас находятся у власти, нам этого не нужно. Поэтому мы немножко о другом говорим. Когда на паровозе поедете? Поедем очень скоро. И сейчас мы ищем команду нашу, которая будет нам помогать. Команда нам нужна будет практически в каждом городе, в котором мы будем. Это будет очень серьезный, очень крупный проект. Мы уже в ближайшие дни начнем разговоры. Это вообще на самом деле мы готовим вам нечто. Я вам обещаю то, чего, наверное, не делал пока никто на русскоязычном Ютубе. Абсолютно точно я уверен в этом. И если все получится так, как мы планируем, оно так обязательно не получится, будет что-то иначе. Но если получится хотя бы приблизительно так, как мы планируем, то это будет действительно очень серьезный такой шаг вперед. И вот все те люди, которые пишут, что у вас там какие-то отписки, что-то там люди разочаровываются. Я думаю, что вот это будет такая бомба, может быть, сопоставимая с выборами, которые были. Поэтому все очень будет серьезно, я думаю. Сергей, ты в курсе, что после каждой революции идет следом гражданская война? Это абсолютная ложь. Есть огромное количество революций. Поизучайте историю даже. Я не знаю, не изучайте историю, откройте Википедию. И посмотрите, что есть гражданская война. Это противостояние двух лагерей протестующих и, в общем, довольных так или иначе. Ну, не совсем это так. Ладно, я приземленно сейчас это как-то сказал. Сам с собой не соглашусь. Хорошо, вы возьмете, в пример, революцию большевистскую, Красную революцию. Было очевидно, что есть люди, которых устраивал царский режим. Была религиозная составляющая, есть люди, которые давали там присягу, клятву. И, в общем-то, антирелигиозные коммунисты и православные люди, которые воевали. В общем-то, понятно, что было два противоборствующих лагеря. Будет ли сейчас какой-либо противоборствующий лагерь, который будет защищать Путина? Но у меня очень большие сомнения. Плюс я вам приведу в пример, в общем-то, распад Советского Союза. Можно ли это назвать революцией? Ну, наверное, так или иначе можно. Опять же, не совсем той, которую хотелось бы, но тем не менее. Разве была гражданская война? Нам, ну, не нам, вам, да, людям, которые постарше рассказывали о том, что Советский Союз это такая великая машина, нерушимая, там, КГБ за всеми следит. Ну, так же, как сейчас, там, на каждом углу вот эти эшники и так далее. Вот, и никогда это все, это все будет вечно, там, тысячелетний рейх и так далее. В общем-то, мы все увидели, как это решилось. Да, решилось это ценой жизни, там, очень ограниченного количества людей, которых можно по пальцам двух рук пересчитать. Я имею в виду, 91-й год, да. Да и даже 93-й, конечно, жертв было не так много. Никакой гражданской войны, по крайней мере, не было. Поэтому Путин нас ведет к тому, чтобы не было гражданской войны. Поэтому все хорошо. А он от себя отталкивает самых даже каких-то упертых людей, которые готовы были бы за него воевать. Поэтому спасибо вам. Во время поездки на восток в какие города планируете заезжать? Во все крупные. Начнем с этого, да, в Владивосток, естественно. И оттуда пойдем в обратный путь в сторону Москвы. Это и Новосибирск, это и там Урал, Екатеринбург, Пермь, там, я не знаю, и Хапаровск, если туда мы говорим, да, поэтому Иркутск, надеюсь, Байкал, кстати, да. Посмотрим, насколько там толстый лед. Поэтому это будет круто, я вам обещаю. Владимир из Саратова нам передает привет. Привет, Владимир. Так все правильно, его будут защищать. Чтобы не защищали, вы должны показать, что он сделал плохой. Андрей, я не буду вас банить, ну, потому что, вы понимаете, вы говорите настолько глупые и настолько элементарные вещи, которые всем нашим зрителям понятны. Поэтому, если вы думаете, что вы здесь кого-то пытаетесь чем-то переубедить, то вы это делаете очень-очень глупо и очень примитивно. Что плохого сделал Путин, это вопросы из разряда, там, я не знаю. А почему вы считаете, что земля круглая? Я не хочу вам объяснить, почему я считаю, что земля круглая. Потому что все знают, что земля круглая. Будет кто-то защищать Путина? Ну, защищайте, возьмите автоматы, защищайте. Я на вас посмотрю, как вы будете его защищать. Заканчивал ли я что-нибудь по журналистике? Нет. К счастью, не заканчивал. Как бороться с ЖКХ? Смотря что вы имеете в виду, уточните. С какого числа планируется поездка? Не знаем мы пока. Очень скоро. Очень скоро. В январе. Сергей, как организовать в своем городе прогулки? Присылайте нам место и время, на котором вы хотели бы встретиться, если прогулки у вас еще не организованы. И дату, естественно. Мы это озвучим. Наши сторонники из ваших городов придут. И, пожалуйста, гуляйте. Трансляция из поезда реально, абсолютно нереально. Абсолютно нереально. Я говорю, что нам нужна команда людей, которые с технической точки зрения тоже будут нас страховать. Это будут записи. Безусловно, мы будем стараться откруто выходить в онлайне, но трансляция из поезда абсолютно нереальна. И она нереальна даже там на отрезке Москва-Саратов. Абсолютно нереальна. А что будет за Уралом, смешно даже говорить. Даже представлять. Поэтому нет. Путиноидов нельзя недооценивать. Их действительно много, и они уверены. Ни в чем они не уверены. Сегодня они уверены в одном. Завтра на ящике появится другая голова. Они будут верить в нее. Вообще, вот за это можете абсолютно не пережить. Как бороться с ватой? Не надо бороться с ватой. Ватой всегда было 70%. И сегодня это вата Путина. Завтра это будет вата Мальцева. Послезавтра это будет, я не знаю, вата Навального. Кого угодно еще. Вы реально думаете, что вот эти люди, которые там, какие-то бабушки и дедушки, которые там, Путин, помоги, они возьмут вилы или автоматы и пойдут его защищать? Да вы смеетесь, что ли? Первые два дня они будут сидеть на кухне и рассказывать, ой-ой-ой, какие там бендеровцы захватили власть. А потом они включат телевизор свой любимый, где они увидят судебный процесс над Путиным, там над всеми его друзьями, да, и скажут, как же эти негодяи там раньше не оказались на скамейке подсудимых. Поэтому не паритесь. Как бороться с ватой? Не надо бороться с ватой. Вата это наши лучшие друзья. Сергей, планы насчет самолета еще есть? Да планы-то есть сложности вместе с планами. Если у вас есть какие-то предложения конкретные именно по технической составляющей, самолет, если есть у вас самолет, мы с удовольствием, или вертолет, мы с удовольствием его, ну, рассмотрим ваше предложение. Тут разговоры о вечном на тему там полиции, армии. Давайте не будем, мы об этом говорили тысячу раз, и у вас есть какое-то свое мнение, у меня оно другое. И знаете, в чем разница? В том, что мое верное, а ваше нет. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий. Поэтому зачем спорить? Когда в Омске метро построен. Смешно. Будет ли встреча 5-го числа в Народном доме? Будет. Я думаю, что мы сегодня об этом в 21 час скажем. Дирижабль. Классно. Вот, кстати, дирижабль было бы очень круто. Как Федор Конюхов. Он, правда, на воздушном шаре, а мы на дирижабле. Это был бы огонь. Если у вас есть дирижабль, если завалялся, то, пожалуйста, мы его с удовольствием примем. Привет из Альметьевска. Привет Альметьевску. Давайте пару вопросов последних, и на сегодня закончим. Первый эфир, друзья, в новом году. Я прошу прощения, что, может быть, так не насыщенно, но, как бы, я уже объяснил из-за чего. Вот, кстати, хорошая тема для того, чтобы перейти к новому объявлению. Мы сейчас будем немножко менять формат моей программы. Я буду немножко менять. Мы уже несколько месяцев с вами, в общем-то, вещаем. Я понял, что, исходя из того, что планировалось изначально, это не совсем то, что я себе представлял и видел. Это нормально, это совершенно ничего страшного в этом нет. Поэтому формат немножко будет меняться. Как вы узнаете очень скоро, я надеюсь, что уже к следующему выпуску. Поэтому я думаю, что в скором все изменится, да. Оно вообще точно изменится. Поэтому посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Серега, как ты себя идентифицируешь? Политика, верующий нет. Политика, я националист, безусловно, с точки зрения идеологии. Не с точки зрения политики, наверное. С точки зрения политики, конечно, на прямое народовластие, безусловно. Верующий нет, очень верующий, глубоко верующий человек. Не христианской веры. Я язычник, и об этом говорил очень много, да. Поэтому, что вас еще интересует? Спрашивайте, уточняйте. Формат хороший, мне нравится. А я не говорю, что он будет кардинально меняться. Он будет немножко расширяться, так что ничего страшного. Пригласи стриптизер, рейтинг точно вырастет. Мы же не рейтингами здесь занимаемся, понимаете? Не зарабатыванием денег или рейтингов. Шестая колонна имени Володина, наш постоянный зритель. На ящик шампанского Путину. Зачем шампанского? Шестая колонна. Давайте лучше на ящик боярышника Путину прислал вам человек. Спасибо. А националист какого течения? Вот это всегда забавное рассуждение, как мне очень понравилось, как Венедиктов, всеми вами, безусловно, любимый, сказал, да, что у нас здесь не... Как же он сказал-то, хорошая фраза была. Забыл, вы представляете, только что у меня в голове эта фраза была. В общем, что у нас здесь не клуб людей, которые разбирают всевозможные там течения и так далее, поэтому на самом деле это классическая схема разобщения людей, да, то есть все начинают друг на друга тянуть одеело. А я вот более правильный националист, а я менее правильный националист, а там ты посади 10 националистов, каждый из них там будет через 5 минут готов убить своего соседа, потому что он неправильный националист, а вот он правильный и так далее. С либералами тоже так же, поэтому не надо вот в это углубляться точно, мне это совершенно неинтересно в это углубляться, в такие вот дебри, да, какой я там правильный или неправильный националист. Я это для себя понимаю, как бы, кто-то это понимает иначе, и зачем я его буду переубеждать, что мне это даст. Вот еще один человек, да, это ровно то же самое, один в один. Сергей Вера не языческая, православная, там славь права небесную, я все понимаю, о чем вы говорите. Это вот ровно то же самое, о чем я сказал до этого. Посади 10 язычников, они друг с другом подерутся, потому что кто-то там больше к какому-то индуизму, там, я не знаю, йоги, кто-то больше там берит топор встречать гостей из гор, кто-то там, я не знаю, там больше к какому-то немецкому такому стилистике, да, там свастики, там, я не знаю, тотен сваст и так далее. И зачем, и к чему. У меня есть свое представление. У вас какое-то другое. Да, покажите сертификат, что вы правильный националист. Гениально, правильно, вот где мне получить сертификат? Сергей, почему на донат больше недоступна оплата PayPal? Не знаю, сейчас выясним, не знаю. Почему с самолетом не получилось? Нет самолета. Те варианты, которые нам предлагали, это такие, путь в один конец, да, в очень плохом они состоянии, поэтому, если у кого-то есть варианты, пожалуйста, мы все еще их принимаем. Мы от этой идеи не отказывались. Просто сидеть и ждать на месте, пока с неба упадет самолет, как бы это ни звучало каламбурно. Это, наверное, неправильно, поэтому мы пока решили вот немножко другими средствами передвижения пользоваться. И люблю я футбол. Да, я очень люблю футбол. Попробуйте вертолет. Я говорю, если у кого-то есть конкретные предложения, это самое главное. Мы любые ваши предложения рассмотрим, хоть велосипед. Все религии – это самообман и каменный век. Вы знаете, разговор о религии – это сложно. Это вещи, которые так насколько не поймешь, и об этом можно долго говорить. Поэтому когда-нибудь я обязательно с вами об этом поговорю, но не сегодня. Да, верующего человека оскорбить нельзя, потому что он верующий. Это абсолютно верно. Апостолам почему-то они не посчитали, что как-то оскорбит их веру вернуться и быть распятыми кверх ногами. А тут людей оскорбляет какая-то картинка в интернете. Это неправильно, конечно. Так, последний вопрос давайте, друзья, и мы закончим. Напомню про фейерверки. Да, я думаю, все помнят. 5-го числа запускаем фейерверки. Может ли сорваться революция? Вы знаете, я хотел сказать сначала нет, потом я понимаю, что, конечно же, да, но она может сорваться только в одном единственном случае, и тогда вообще все не важно. Вообще абсолютно все не важно. Вопрос в том, что могут какие-то планы измениться. Может все пойти не по плану, и это очень плохо, если так случится. Сергей, вы объединились для общего дела. Будет ли грызня между вами после 5-го 11-го 17-го? Смотря между кем, между вами, между мной и кем-то нет, потому что я свою роль знаю. Возможно, я никогда не исключаю, вот опять начнутся эти разбирательства, кто там с сертификатом правильного националиста, правильного там народного избранника, а кто-то нет. Да, я не исключаю, что такое может быть. Это все решаемо, это совершенно не страшно. Не грусти, я не грущу, вы о чем вообще говорите? Все очень неплохо. Грустить точно не нужно. Вообще нужно всегда исходить, и всегда я всем советую задавать себе вопрос, что делает нас сильнее, а что делает нас слабее. Какие-то, я не знаю, причем это как в бытовых вещах, так и в философских, да, что нас делает сильнее, что слабее. Вот люди тут пишут о том, что религия там это что-то там неправильное, но опять же исходить из того, делает ли вас это слабее или сильнее. Какие-то внутренние самотерзания там, я не знаю, сомнения, страхи, что-то еще делает нас это сильнее. Ну, наверное, нет, поэтому нужно от этого избавляться, обиды тем более, поэтому не надо. Как относитесь к партии Роста? Плохо отношусь к партии Роста, отвратительно. Даже, если честно, наверное, больше хуже, чем каким-то кремлевским партиям, потому что, конечно, это чистейшая партия-спойлер, такая, которая оттягивает либеральную массу, для меня это совершенно понятно. И перед выборами у меня была такая загадка, почему Потапенко подписался на партию Роста, зачем ему это нужно. А потом, когда определенные, в общем-то, события произошли, определенные, так, разговоры, скажем, да, все для меня стало абсолютно понятно. И относительно Потапенко, и относительно партии Роста, это чисто кремлевская партия. Ну, а для кого-то это тайно, то есть Титов, который там ходит в Кремль и не скрывает это в этом смысле. Он говорит, это не я говорю. То есть к партии Роста я отношусь плохо, как и к любым другим путинским партиям. Есть партия за Путина, и это все, все. И есть партия против Путина, это мы с вами. Вот и все. Это только две партии в России. Сергей, ты антикоммунист. Вы знаете, я не могу сказать, что я... Как сказать антикоммунист? Мне далеки коммунистические идеи. Да. Могу ли я сказать, что я там ненавистник СССР? Нет, я нормально, спокойно отношусь к СССР. Я не люблю Сталина. Я не фанат Ленина. Хотя там мы иногда подшучиваем, да, что мы там эти как их приемлики Ленина, да. Но к нему надо с определенной долей интереса относиться, но я не его фанат. Я дикий антифанат тех людей, которые нас тянут обратно в СССР. Это да. И причем, вы знаете, если появятся люди, которые будут тянуть нас обратно, не знаю, там, в империю, в монархию, я тоже буду их противник, хотя к империи и монархии я, может быть, отношусь там в какой-то степени лучше, чем к коммунизму, а может быть и не лучше, не знаю. Поэтому я, может быть, иногда категорично говорю о СССР и о каких-то ее деятелях, но это мое мнение. Я не могу сказать, что я там антифанат СССР, там, ненавистник. Спасибо за разъяснение о партии роста. Всегда пожалуйста. Да я вроде ничего такого как бы сверхъестественного не сказал. На партию роста, я думаю, сейчас будут делаться ставки. Ставки большие. Яблоко немножко себя, как бы, вот этот кремлевский либеральный электорат, я имею в виду партия, которая необходима Кремлю для того, чтобы на себя забирать либеральный электорат. Раньше всегда была Яблоко, и Явленского это устраивало, он там 20 лет с Путиным воюет и никак не перевоюет. Вернее, с Путиным-то он не воюет, он воюет с кем-то еще. Получает при этом деньги, да, государственное финансирование. А теперь он государственное финансирование не получает, и я так понимаю, что проект Яблоко с точки зрения Кремля себя отработал. Нужен другой проект, который будет, опять же, на себя оттягивать какую-то либеральную аудиторию, да, чтобы голосовали вот за эту кремлевскую партию, которая, я так понимаю, теперь будет называться партия Роста. Поэтому все нормально. Так, я обещал один вопрос, а ответил, наверное, уже на 10. Вот теперь точно последний, 19.56, для тех, кто сомневается, что прямой эфир. Почему партии оппозиционные не объединяются? Ай-яй-яй, классический вопрос, потому что у всех свой эгоцентризм, вождизм и так далее. И это, я хотел сказать, это нормально, это ненормально, это фу. Что значит объединяется, понимаете? Всегда объединяются в пользу кого-то. Нельзя объединиться вот в пользу всех, так не бывает. Вот были выборы Государственной Думы. Был парнас и было Яблоко, да. Могли они объединиться? Могли. А в пользу кого? Ну, они же не могли там сказать, вот мы одна партия, и у нас два лидера, это Явлинский и Касьянов. Нет, ребята, кто-то должен быть в списке номер один, а кто-то в списке номер два. Касьянов хочет быть в списке номер один. И Явлинский хочет быть в списке номер один. И еще там есть куча каких-то там своих друзей, там ребят, которых тоже нужно где-то там поставить. Поэтому всегда нужно объединяться в пользу кого-то. Это классика. А люди не готовы свои какие-то личностные амбиции в пользу общих идей. Не все, скажем так, люди готовы, в общем-то, личные амбиции в пользу общих идей как-то отодвигать на задний план. Поэтому и не объединяются. Будем ли брать ТВ? С ТВ все непросто. Что вы имеете в виду под словом «брать»? Конечно, ТВ будет, это понятно. Какой механизм легализации после 5-го 11-го? А какой механизм легализации? Что такое легализация? Это признание, принятие или не принятие того или иного. Но если люди, в общем-то, скинули предыдущую власть и готовы избирать новую, то какая здесь есть легализация или не легализация? Или кто-то нам будет говорить, вот посмотрите, по путинским законам так нельзя. Да нам пофигу, что можно или нельзя по путинским законам. Есть люди, мы спрашиваем людей, люди, вы как считаете, можно? Люди говорят, можно. Или люди говорят, нельзя. Вот и все, вот весь процесс легализации или нелегализации. А то, что они там напринимали там своими думами по 500 законов в месяц, это не шутка, это реальные числа. Но а нам-то какая нафиг разница? О, жидоборцы пришли. Серега, нафиг нам эти партии, ты жидолис. Ау, везде жиды, масоны. Эти, как их... Всегда я забываю третьих вот этих ребят, которые нам все портят. Рептилоиды, но рептилоиды это не те. Зачем нам партии? Партии это, во-первых, механизм выхода на выборы. Это, во-первых. Второе, это реальный механизм для сбора людей. Если мы сейчас объединяемся вокруг чего-то там, и это не партия, то это очень просто. Завтра превращается в террористическую организацию. И, в общем-то, со всеми вытекающими из этого последствиями. Партия это механизм, в котором мы можем организовывать своих людей совершенно официально. К вам приходит какой-то ФСБшник, говорит, вы здесь какую-то там революцию делаете. Вы говорите, какую революцию. У нас партия, называется она там, я не знаю, как-то так. Партия там, парнас, неважно. Вот я ее член, вот мое удостоверение. Вот, пожалуйста, в Минюсте мы зарегистрированы, мы участвуем в выборах. Мы занимаемся легальной деятельностью. Зачем нужны партии? Сионисты. Нет, я не про сионистов. Какой-то на Эд что-то там, иллюминаты какие-то. Иллюминисты какие-то. Поэтому партии это важно. Это инструмент. Иллюминаты, да, все правильно я сказал. Если в крайне нет масла, да. В голове нет масла, в крайне воды. Понятно, кто в этом виноват. Слово мужика даёт, что мальцев не еврей. Слово мужика даёт, что мальцев не еврей. Мальцев не еврей. последнего по ответ на вернее последний вопрос и мой последний ответ на сегодня крайний что с 29 числа числом куда ходил мы воспользовались двумя классическими правилами партизанской войны появляйтесь там где вас не ждут и не делается того что уже сделать без вас поэтому это мой ответ на тему 29 числа все все очень просто пользуйтесь этими двумя правилами друзья и другими правилами я думаю что следующий выпуск у нас будет немножко другой а может быть и не будет посмотрим надеюсь что будет поэтому до четверга я с вами прощаюсь до 21 часа что касательно плохих новостей присылайте нам свои новости на электронную почту арт зрения собака gmail.com пишите в группе вконтакте на личную страницу постарайтесь писать кратко и емко потому что очень много информации очень очень много огромное количество на все пытаюсь отвечать оперативно что всех вас люблю всем до четверга удачи